Всем привет! И вы на канале с Вэллом Ольга Влог. И сегодня мы в гостях у отличных ютуберов, которые приехали ровно как и мы 3 месяца назад в США, только они живут в Тампе. У вас как канал называется? А мы сейчас сами скажем. Всем привет! Привет! Вы на канале USA Day. Правильно, правильно, да. Теперь как вы живете? Теперь вы нам давайте. Тема сегодняшнего обсуждения. Мы живем в городе Палм-бэй, это у нас получается восток Флорида. Это находится в Майами. Если вы смотрите на Флориду, то это справа. Да, есть слева. Здесь и карта перед вами. Они находятся слева, на западе. Слева, слева берег, да. Это город Тампа. Мы сейчас находимся в городе Тампа. Рядом с Тампой. Рядом с Тампой. Да. Сейчас находитесь в городе, если это можно назвать городом, Палм-Харбор. Вот. Даже название похоже. Палм-Харбор и Палм-бэй. А у нас Палм-бэй. Палм-палм справа налево. Ну, вообще, начнем с того, что вы живете, получается, на восточном побережье Флориды. Мы живем на западном побережье Флориды. Точно. И я так понимаю, что мы сейчас тогда давайте сравним, чем отличаются. Чем отличаются. Да. Климатом. Климат, да. Вроде бы одинаковый, но при этом он разный. Да. Я раньше думала, что Флорида, она одна везде. А оказывается, я говорю, мы приехали сюда, а здесь по-другому. Даже воздух чуть-чуть другой. Ложится? Не, ну не очень. Не сильно. Вечером тоже. Теплее. Мы в ваших краях бывали с Ириной буквально там, ну, день-два, да? То есть, таким образом проездом. Ну, плюс на Майами были. Ну, сложно Майами сравнить, наверное. Это все-таки чуть-чуть другое. Так не прочувствовали, как прочувствовали они. Потому что мы пешком прогуливали. Да. Они сравнили. Не знали, что такое. А, кстати, у ребят мы здесь, да, видели, хоть в живую, в живой природе, видели аллигаторов. Это мы как эти, да, тут увидели. Я вообще чувствую, начал себя здесь гидом. Привожу туристов, показываю им аллигаторов. У нас они здесь как собаки бегают. Да, да, да. А у ребят их нету особо, по крайней мере. Они тоже есть у вас. Просто у вас озер поменьше. Поменьше, да. А у нас вот вокруг озера, да, озера. А у нас там озер мало. У нас нет практически озер там. И каналов мало. И каналов мало. И воды мало. В основном только океан. Индиана-Ривер, вот эта речка. Индиана-Ривер, да. Но сравните, если наш Палм-Бэй с Палм-Харбор, разница, знаете, в чем? Здесь как-то цивилизация. Это город, да. А у нас там деревня красные лапки. Или колхоз красные лапки. А у нас прям, знаете, такие живут. Американский колорит такой. Американские такие, настоящие мужики. Там грязные рваные штаны. То есть все ходят. Пижама ходит в магазины. Пижама ходит в магазины. Вот так вот. А тут прям отличаются люди. Одеваются получится ходить. Молодежи больше. Но у нас в основном одни старики. Какое? 95% у нас одни пенсионеры. Да. Это мы еще считали. Ну все, короче, приехали к нам провицалы. Да, да, да. В нашу столицу. Еще что? Что впечатлило? Пляж, разница в пляже. Пляж, да. Песок белый. Песок белый. У нас он какой-то более дикий. У вас желтые, да? У нас он дикий пляж. Здесь более такой цивилизованный, какой-то гражданский пляж. Да, вот как приотельный, знаешь. А там он просто сам по себе идет по всей береговой линии. И до Майами. И до Майами. Может где-то прерывается. Но смотришь, он до нестоятельности. Но здесь пляж, он такой, не вдоль всей береговой линии песчаный. Ну мы искусством, скажем, всего. Ну у нас, не знаю, но это ракушечник, скорее всего, очень мелкий-то. Ну там тоже ракушки? У нас. Но они почему-то крупные, выщепляются такие, крупенькие, крупные. Не знаю, я... Там постоянно чистят, все убирают. То есть там прям работают все эти машины, чтобы за этим кусочком они просто чистили. Чистят? Да, они там прям смотрят, там все-таки там техническая зона. А у нас все-таки есть. Тоже есть? Да, на машине. Да, просто такой мужичок на машинке и мусор ему можно бросать. То есть мусор тоже не чистит. Мужичок. А там, знаешь, сколько их ездят? А так плотность выхода на пляж. У нас плотность, да. У нас, грубо говоря, там 20 человек, а у нас 200 человек. Да. И поэтому он такой прям весь там такой красивый, весь уход. А, кафешки всякие. А у нас, знаешь, какая у нас не кафешка, а стоит такая лавочка, там ход-дог. Громче-громче ветер. Ходдог стоит. И все. То есть одна будочка с ход-догами. А еще разница-то в чем? Пробки. У нас там вообще одна машина едет, и ты вот ползешь, знаешь, вот так вот, две машины. А мы вчера в туру пали в пробку и напомнила немножко не московский, это третье кольцо транспортное. Точно. Только с океаном здесь, а там Москва река вонючка. Здесь больше красивых машин. Да, машин больше. Кстати, даже Audi Q7 вчера увидел новую. Ну, в последнем кузове. А у нас и ни одной европейской машины почти. Ну, редкость увидеть в Palm Bay. А в Palm Harbor здесь много европейских машин. Да, и работы здесь по-любому тоже больше. Ну, конечно, и там поближе. Тампа по сравнению... Тампа чем-то похожа на Орландо. Она тоже такая, ну, более цивилизованная. Много какой-то движухи, как в Винтерпарк. Мы были в одном районе, что-то такое вот, острое есть. Но здесь одно другое, какое-то свое. Орландо мне меньше понравилось, чем тампа. Если выбирать между Орландо и тампа, я бы выбрал тампу. Она цивилизованнее. Орландо более как-то грязная. Грязная не в плане мусора, а грязная с эстетической точки зрения. Просто другую жизнь Орландо, что здесь цивилизованная. Здесь жарко. Мы сейчас сидим и думаем, а что же здесь будет летом? Да, сегодня очень жарко. Сегодня вообще, наверное, мне кажется, 92 градуса. Да нет, 85 градусов. Остались как будто бы уже. 30 градусов. 25-30 градусов сейчас по ощущениям, в принципе. А на солнце долго уже к ней. На солнце тепло. Солнце печет. Печет? Будет видно? Да я вот сейчас уже, если даже и забыл, дальше пойдем. У нас спрашивают подписчики, зачастую сравните Орландо и тампа. Кто как не вы можете сравнить. Мы проездом были в Орландо. Какое-то впечатление. Мы, может, не там ездили. У нас сложилось не совсем хорошее впечатление. Ну, не понравилось. Не жижит душа. Да. То же самое. Вот. Хотя, слышим, смотрим, многие там влюблены в Орландо. Им это нравится. Ну, первый минус, конечно, это все-таки удаленность от побережья. Это правда. Вот. У нас здесь накладывает некий такой отпечаток курортности. То есть, не Майами, конечно, здесь. В этом плане для житья нам Майами не нравится, потому что она излишне курортная. Излишне. Да. И город. Да, как бы. Все равно большой. Ну, такой развитый город. В Орландо, когда мы были, мы там гуляли, но… Мы были в центре. В центре парка. Там одни бомжи. Да, бомжи. Ну, рядом с бомжей, знаешь, лежит. И грязь больше. Включается на команды больше попадалось. Видно, что это на команды. Да. Полиции там сразу. Полиции намного больше. Да. То есть, какой-то контраст был определенный. Ну, наверное, надо пожить во всех этих дел города, чтобы сравнить. В Орландо точно. Палмбе однозначно самая деревня. Палмхарбор более такой цивилизованный город. Здесь как-то жизни больше. Да, жизни. Сам город больше. Он в развитии чище, чем Орландо. В Орландо грязи больше. Да. Ну, это логично. Мегаполис, больше людей, наверное, больше поэтому грязи. Возможно, в этом закономерном. В Майами еще же больше грязи. А в Майами, в Майами, в Майами, очень страшно зайти. Там грязная? Там мы были на таком курорте. Я думаю, там чисто просто. Да, там где мы останавливались, там чисто. Честно не сможем сказать. А там где... Там проблема с парковкой очень большая. То есть сказать, что там какие-то закутки полазить, ну, проблема. У меня была сломанная Нагайши. А, и мы не могли... Не, ну, в последний раз ездили в Майами, но там как-то больше мему проехали даже. Да, мему проехали. Большая цель была у нас Ки-Уэст. Ки-Уэст деревня. Вот, может быть, у вас как Ки-Уэст? Наверное, кстати, может быть. Вот Ки-Уэст там все-таки прям курортная зона у нас. Да? Ну, Палм-Бэй он тоже как... Ну, как... Мы живем в Палм-Бэй, но правильно говорить Мэлбурн, потому что Палм-Бэй он не стоит у океана. Чтобы попасть на океану, надо попасть в Мэлбурн, а из Мэлбурна попасть в Индиана... Как он там называется? Не ривер. Индиана-Атлантик. Индиана-Атлантик. Какой-то бич. Это отдельный как бы город считается, остров. Ну, вот от нашего дома до океана... Ну, мы называем это Палм-Бэй, Мэлбурн там, блин. 15 минут уже. 15 минут уже, да. И то мы не на центральный пляж едем, куда-то влево уезжаем, на другой пляж, чтобы бесплатно запарковаться. Бесплатно. Здесь платная парковка, у нас есть бесплатная. Да, и еще бывают очереди на пляж, чтобы заехать. Ну да, здесь бесплатная сессия, здесь жизнь кипит. Ну, мы вчера ездили на пляж такой достойный, поэтому... Мы могли бы приехать туда, где можно припарковаться и... А, бесплатно. И там есть бесплатная парковка? Может быть, бесплатно. Но нужно будет далековато, конечно, идти. Не, там тоже бесплатно. Где? Где далековато идти? Ну, вот, которая многоэтажная. А, она платная. Конечно. Для чего она многоэтажная? А, она дешевле просто чем там? А, чуть-чуть дешевле, да. И на ограниченном количестве, по-моему, по времени. Да, просто вчера поздно приехали, и с парковкой было попроще. Потому что мы вчера очень быстрое место нашли, а так обычно... Увезло вообще. А потому что мы поздно приехали, то есть уже... Увезло. Зато красиво было. Много молодежи, конечно. К закату. Океан здесь просто молоко теплое, да? Ну, не молоко. Ну, оно теплое. Ну, теплее, чем океан тот. У нас вообще прям ледяной, знаешь, такой атлантический океан. Атлантический, да? Тихий океан. Да. У меня обсуждали, сейчас только что, да. Вместе обсудили это. А кто-то, наоборот, влюбился в Орландо, и им этот океан вообще не нужен. Возможно, надо пожить, чтобы понять про чувства Орланды. А кто-то должен приезжать и вообще разные штаты их пробуют в Америке. Это надо пробовать. Штаты, города. Каунти. Нет, еще такой есть вариант, что не то, что океан им нафиг не нужен, а согласитесь, что живя рядом с океаном, не так часто ты этим и пользуешься. Да, 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 это точно. Вот мы в декабре ездили там каждые три дня, в январе ездили раза четыре, в феврале ездили раза два. Все меньше и меньше, да. И в какой-то момент ты уже наешься этим? Да, и потом уже, да, это скорее всего, да. Тут самый плюс в том, что у каждого комьюнити, у меня комната, там, парк не стоит. Не знаю, нам такое ощущение, что кажется, что здесь как будто самолетов больше летает. Самолетов, вертолетов. Не то, что мы там около аэропорта живем, а их реально больше. Вот сейчас, пока сидим, записываем видео, вот пролетел вертолет, перед этим пролетело два истребителя. А у нас нет, кстати, самолетов таких, у нас обычные пассажирские, высоко. Нет, истребители мы видели здесь, военные истребители, мы видели в Киевесте. Они просто вот вокруг вот так курсируют, потому что там, видать, границы рядом. А здесь вот тоже истребители первый раз увидели. А так постоянно. И самолет, даже если ночью здесь постоянно что-то пролетает. У нас ракеты летают, спускают ракеты. А, ну у вас прям, вы видели, как они летают? Да. Мы все хотели как-то там пророчить, а у нас же расписание есть. Мы хотели снизить как-то и снять, и самим посмотреть. У нас видна только точка. У нас там в камере темно, видишь, да? Надо съездить на сам Space Coast, чтобы посмотреть, как вот запуск происходит. Они не так часто выпускают? Раз в неделю, раз в две недели. А, сейчас что ли? Да, они так часто выпускают. Да, они так часто выпускают. Новости ты узнаешь, живешь, живешь. В Орландо и Диснейленде вы не были? Не. Не были еще. Должны съездить успеть. Пока еще не ехали, совершенно надо успеть. Надо до лета. Да, до лета. Потому что сейчас... Ладно, Майами, Ки-Уэст, Диснейленд, Юниверсал, НАСА. Калифорния. 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 Пусть, да, еще так. В Аляска. Аляска. Аляска, да. Нью-Йорк. Четыре года назад были. Сейчас, может, другие впечатления. Не, мы Нью-Йорк практически в аэропорту видим. Ну, как и мы. У Нью-Йорка и Флорида совершенно разные жизни. Да. Вообще ее нельзя сравнивать. В Нью-Йорке там бешено, ритм. Там тебе не так часто улыбаются, как здесь улыбаются. Здесь все хайдроу кричат, а там тебя могут, мне кажется, кричат. Поэтому, кому не нравятся эти натянутые улыбки, тогда туда. Туда смело ездите, там будет вам комфортно. Могут и послать. Нихоуу, да. Так что… У меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на оба канала, пишите комментарии, Задавайте вопросы С удовольствием Подписывайтесь на нас всех Ставьте всем нам лайки Спасибо, что посмотрели Пишите комментарии, задавайте вопросы Может быть еще с ними Не переключайтесь Пока Пока А на Кеместе очень много А на Кеместе очень много границ